Следующий пошел и уже даже не второй. Уголовное дело на депутата Музафара Исакова возбудила генеральная прокуратура, что говорит о том, что в полку обвиняемых в коррупции депутатов прибыло. По данным надзорного органа, он в бытности мгловой Ташбулакского Айлок-Мюту Сузакского района в сговоре с местными чиновниками госрегистра и архитектуры предоставил более 14 гектаров земель сельскохозяйственного назначения под индивидуальное строительство. В прокуратуре отмечают, что имеются свидетельства о ряда граждан, по словам которых, за каждый из участков он получал от полутора до трех тысяч долларов. Вы действительно продавали эти участки по три тысячи долларов? Нет, такого не было. Тогда почему вас обвиняют? Ну сейчас же свобода слова, в интернете всякое пишут. Получается, вы закон не нарушили? Это выяснить следствие, были ли нарушения. Как вы думаете, это политический заказ? Нет, я так не думаю. Статья, по которой обвиняется Музафар Исаков, подпадает под категорию тяжких. И в этом случае прокуратура может не спрашивать у Горкукинеша взять обвиняемого под арест. Но, как известно, депутаты часто встают на защиту своих коллег. Они создают различные депутатские комиссии и требуют провести всесторонние расследования, полагая, что дело может быть сфабриковано и даже по политическим мотивам. В этом плане он не такой серьезный, серьезная фигура. Раньше он был руководителем Аэлю Кмуты. Он не был депутатом, министром. И он веские, разные слова здесь не говорят, не уступает. И тем более он очень аккуратно ходит. Я думаю, что генеральная прокуратура тоже конкретно досконально посмотрела это дело. И так бы не возбуждали уголовное дело, тем более депутаты от СДБК. Мы на фракции приняли решение, что мы депутаты не будем вмешиваться в разные судебные дела по защите, по вмешательности следственных органов, государственных органов, по защите наших коллег. Ну, во-первых, это неизбирательный подход, это однозначно, всем ясно. Я в свое время тоже пережил это. И возбужденное уголовное дело на нашу коллегу, конечно, это беспокоит нас. Во-первых, пока у нас нет материалов по данному вопросу. Конечно, статья очень тяжелая. Согласие парламента, она не нужна в данном случае. По факту депутата Исаакова в 2015 году, оказывается, была проверка. Была проверка и никаких нарушений не выявлено. И вдруг появляется, что он там продавал земли и так далее. Поэтому здесь вопрос серьезный. Из депутатов шестого созыва уже есть подследственные, причем по таким же серьезным статьям. К примеру, в отношении экс-генпрокурора Аиды Соляновой статья 304 «Злоупотребление должностным положением». А злоупотребила она им по мнению прокуратуры, когда в 2010 году, исполняя обязанности министра юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию, находящемуся в бегах и обвиненному на тот момент в совершении преступлений Алексею Елисееву, другу и соратнику Максима Бакиева, который перевел все его активы в офшоры. Та же статья и у ныне действующего депутата Бирболовца Игоря Чудинова. Он проходит по делу о трансформации участков Байтикского, Лебединовского и Караджигачского Айлокмэту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 2008 году. По его словам, он уже привлечен, и к нему уже применена мера пресечения подписка о невыезде. Каким будет решение, бывший премьер гадать не берется. Уголовное дело в производстве и в отношении экс-лидера фракции Кыргызстан Каната Исаева, и тоже по статье коррупция, и тоже связано с земельным вопросом. Елена Яковлева, Алтенбек-Канабекулу, НТС.